Девушки отдыхают Михаил, давайте знакомиться. Здравствуйте. Я хронический жених Михаил. Хронический, потому что я 36 лет был холостяком, и вот первый раз женился, 11 лет продлился мой брак, и я сейчас снова холостой. Надеюсь, второй раз я женюсь чуточку быстрее, хотя бы лет за 35. Давайте пожените меня, пожалуйста. Спасибо, спасибо, проходите. Михаил, 47 лет. Возлюбленная сделала ему предложение руки и сердца, пообещав сделать его жизнь счастливой. Поверил ей на слово, но все 11 лет в браке жил по правилам, установленным супругой, и не имел права голоса в семье. Михаил, артист эстрады, пародист. Гордится своей преданностью, мечтает наладить человеческие отношения с бывшей женой и создать новую семью. Предупреждает, что никогда не опаздывает. Михаил не готов связать свою жизнь с властной курящей женщиной баскетбольного роста. Не видит себя в отношениях сотрудницы офиса и режиссером. Женится на легкой, общительной женщине, которая не приемлет жизненных сценариев и не боится экспромтов. Миш, а кто тебя пришел поддержать? Моя подруга Алиса, мой друг Борис. Очень приятно. Миш, сказать, что я рада тебя видеть у нас в программе, ничего не сказать. Мало того, значит, достали эти вопросы, а у вас в заправду женихи, а не в заправду. Я говорю, уже ребенок родился, и не один, уже разводы, если уже по второму разу приходят. И я понимаю, что ты пришел к нам с искренними намерениями, потому что тебе пиариться незачем. Жених хороший, в пиджаке, все, как мы любим. Вот, смотри, неубогий, неущербный, московский мальчик с высшим образованием. Почему, допустим, не женился в 25, как все сверстники? Что мешало? У меня, конечно же, было несколько историй. Я довольно влюбчивый человек, и до своей женитьбы в 36 я, конечно, несколько раз, как мне казалось, был близок к тому, чтобы жениться. Ну, ты предложение не делал, потому что чего это все... Нет, один раз делал предложение. Отказали? Нет, должна была быть свадьба, но как-то не судьба была, просто не судьба. Нет, он очень интересный, артистичный. Я заметила, фотографии показывали, он, кажется, спортом занимается. Вот ты себе живешь и живешь, и, может быть, на этот раз бы проскочил вот со своей женой, если бы она тебе не сделала предложение. Как говорят в Одессе, чего вдруг? Почему она? Абсолютно точно ты сформулировала. Наверное, если бы Ирина сама не смоделировала эту ситуацию, я не могу сказать, что она мне сделала предложение женись на мне. Она, конечно, это сделала гораздо более тонко, сказала, что ей кажется, что у нас получится хорошая семья. Наверное, к тому моменту я настолько был готов, настолько я понимал, что когда-то действительно нужно, что хочется и... Обрадовался? ...иметь семью. Принял это с легкостью. Скажем так, для меня это не было периодом мучительных раздумий, взвешения. Да, на горло тебе не наступал. Нет, нет. Потому что вот мои мужья женились на мне по залету первый и второй раз. Я уже вот такая вот выходила замуж, понимаешь? Нет, не наша история. Не ваша. То есть не позалет. Мы расписались и уже после этого узнали, что ждем ребенка. Хорошо. И страстей особых не было. И вот ты голову не потеряла от любви, просто понимал, что 36 лет. Почему бы нет? А внешне он тебе нравится? Ну, внешне он мне близок, потому что он абсолютно-абсолютно типичный еврей. А для меня все евреи-братья. То есть все евреи-лысые. Ну, в таком возрасте, в общем-то, да. А она была младше тебя? Да, между нами 9 лет. А социально, материально? Она так стояла на ногах тверденько? Ну, на момент нашей свадьбы между нами, в общем-то, была некоторая разница. Но надо сказать, что, конечно, Ирина сделала... А кто богаче-то был? Ну, пожалуй, все-таки жених-то был. Ничего себе. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ясно. Я просто все к тому подвожу. С чего вдруг ее стало вот так вот клинить, когда в «Светской хронике» или где-то представляли ее, как твою супругу? Там Михаил Грушевский с супругой. Почему вдруг она стала носочком ноги там серебить земельку? Что ее вдруг такой ущемленный понт откуда появился? Мне кажется, это такое сложное психологическое испытание для многих людей. Нет, ну хорошо. Я понимаю, если бы ты женился на мне, я бы сказала, Миша, давай через раз. Там я с супругом или ты со мной, понимаешь? Как-то, ну, понятно, правильно? Потому что, ну, одинаково практически, да, по имени. А она-то с чего? Молодая. Захотела, видимо, тоже славы. Конечно. Ну хорошо, но у нее развивалась самостоятельная карьера, вполне успешная. Она очень уважаемый человек в своей профессии. Да нет, я помогал, когда она меня просила о какой-то помощи. Она снимает музыкальные клипы. Она режиссер-клипмейкер, состоявшийся человек в своей профессии. Я не знаю, может быть, действительно в ее системе координат казалось более справедливым, чтобы ее более весомая профессия, которая требует больше успеха. А журналисты, если никак не хотели это признавать? Ну, послушай, журналисты люди, которые поверхностно судят. Я чаще в телеэкране, поэтому журналисты... Я адвокат твой, а не ее. Потому что для меня, очевидно, хороший парень, у тебя мама, папа евреи. Ну да, я из классической еврейской семьи. Хороший парень из еврейской семьи, воспитанный, образованный, не наделал грехов, не наделал всякой гадости до того, как жениться, вступил в брак, родил ребенка, благородно себя вел, понимаешь? Но есть порода женщин, которые могут быть либо над, либо под. Они не могут быть партнерами, понимаешь? Вот судя по твоей истории, она себя некомфортно чувствовала. Вот так встретиться вечером, после работы, попить чайку, обсудить. Есть люди, партнеры, которые самоутверждаются за счет себя, понимаешь? Им нужно до себя вот так дотянуть туда вниз. Не наверх, а вниз. Тогда им комфортно. Здесь такой диссонанс получается. С одной стороны, ее представляют как жена Михаила Грушевского, но показывают всегда ее работу и акцент на ее творчестве. Тут важно понять, в чем моя вина. Я считаю, что я сам позволил построить такие отношения, как у нас. Конечно, позволил. Тут я не хочу все... Вот давай на примерах. Однажды в вашу семью, уже когда у вас было не очень все хорошо, но вы в очередной раз помирились, вас пригласил друг на свой день рождения. Пригласил всю семью, а тебе стало плохо, отравился человек. И ты уже отменил поход на день рождения, да? Но друг сказал, что как бывает в этих случаях? Машину за тобой пришлю, буду сам тебе доктором, поехали. Почему вдруг твоя благоверная сказала, если поешь на день рождения, разведусь? Что вдруг за поза? Вот объясни. Мне кажется, все это называется ревностью. Какой-то такой большой, объемной, глобальной ревностью ко всему, может быть, что составляла мою жизнь. Ревность... К успеху. Если у нее такие талантливые работы, то это тоже благодаря ему в том числе. Это тоже его поддержка и понимание. Если люди 11 лет прожили, это как-то они прожили, значит, хотели жить. Она достаточно амбициозный режиссер, и она спланировала свою жизнь как сценарий, в который Миша, скажем, большей частью вписывался, но были моменты, в которые он не попадал. То есть хорошо бы помогал в карьере, бы приносил бы деньги, занимался бы ребенком. Он всем занимался еще бы. Конечно. Строил бы дома. Благодаря известности и популярности Михаила открываются разные двери, но в то же время, чтобы был к ноге все время. Так так и было, безбыль. Так и было все время. Миша ходил с дочкой, в 7 утра вставал, вел дочку в школу. Я это наблюдал периодически. Но при этом, чтобы еще и... Михаил, вот вы мне объясните... Это называется изображая жертву. Я сейчас хочу все-таки более справедливую картину. Про другой хочу спросить. Слушайте, она же на вас руку поднимала. Ну, послушайте, ну вы сейчас про царапину хотите... Ничего себе царапина там. Да я сама знаю, что это такое на лице царапина. Послушайте, ну я тоже человек эмоциональный. Я могу быть очень не сдержан на язык. Я могу обидеться на человека в какой-то... Ну вы же никогда руку не поднимали. Ну послушайте... Алис, ну вы же просто хочется уже треснуть мне, Михаила. Да никто не говорит, Миш. Мне кажется, странная женщина, это неправильно. Вообще да. Такого бедного мужчину. Мы когда сидели за столом, то не было парного конференса. Было соло жены. А профессионал в этом Миша. Все. Все, понятно. Называется, мы странно встретились и странно взойдет. Борис, я скажу такую вещь. Хорошая. Как ее зовут? Как ее зовут? Ирина по-прежнему. Ирина, да хорошая. Плак вам в руки. Ну такого как Миша. Приветик вам не найдете больше. Потому что нужно знать женщине свое место. Если рядом со звездой, тот, который кормит, нужно служить. Нужно немножечко себя, женщину, поставить ниточкой за иголочкой. Никак не наоборот. Иногда я считаю, что иногда жена может занимать лидирующую позицию. Но обязательно... Нужно давать мужчине тоже выходить на сцену. Тем более в присутствии друзей, подруг и так далее. Суть женщины подчеркнуть значимость мужчины именно в присутствии других. Я, например, знаю, кого тебе нужно. Ты себя опять имеешь в виду? Мне такой же взять. Пусть она хотя бы пару от меня. Минуточку. Жены моих друзей, знакомых, приятелей для меня существуют просто как друзья. Я не могу испытывать как мужчина интерес к жене своего друга. Я могу вам ответить, я спрашивала, Миша, ты там поставил какие-то ориентиры? Ну, рост, вес. Миша сказал. Ну, я сказала, мне мало уже, 30 лет. Я говорю, а старший? Он говорит, ну, если тебе честно сказать, я согласен, только на Гузееву. Но она же не отдастся. О, рыжий бестия. Накинется сейчас на невесту. Нужна где-то родного возраста, но состоявшаяся. Не голодранка, которая приедет и скажет, Грушевский клёвый. Сейчас мы ему покажем небо в алмазах. Понимаешь, нет, пусть она уже имеет хороший свой кусок хлеба со своей квартиры. Пусть с богатым, небогатым прошлым не имеет значения. Но который будет тебе говорить, мои глазочки любимые. Мои ручечки сладкие. Мой любимый, мой единственный. Который любит тебя, будешь захлёб. И пусть ревность, которую она тебе будет сцены ревности устроить, только потому, что будет задыхаться от любви к тебе, от страсти. Понимаешь? Тогда тебе самому будет это в кайф. Я уже согласен. То есть, делаем выводы какие? А, ему нужна активная женщина в начале, умеющая немножечко встать за спину в середине отношений. Про конец отношений мы пока никого не обсуждаем. Бабушка, кстати, говорила, если не за тотали, то только за евреи. Знаете теперь, почему? Оказывается, мужья хорошие. Вот еврейские мужья очень хорошие. Ну, у тебя, Роза, плохой вкус на мужиков. Тебе нравится только одно у них. Ну, я уже готова перепилить из попки на орех на другое качество мужчины. Ой, я даже молодой. Почему вы так ночью попку сейчас приложите? Не обо мне, я буду вашей подружкой. Нет, не другом, не подружкой. Я буду просто вашей свахой. Миша, ты не сис, у него там тоже все в порядке с попкой. Еврейский мужчина, он в принципе сознат, что он готов отдать все своей семье, своей жене, все теплое лоско. Мне кажется, не каждый еврейский мужчина. Есть исключения. Они, конечно, разные, но считается, что они, да, настоящие семьянины. Вам нужна женщина открытая, но не простодушная. Вы все равно тяготите к типу женщин, которые не все понимают, к некоторой такой элитарности. Это Стрельцовская Венера. Без этого никуда. Вам все равно нужно, чтобы она была чуть-чуть умнее, чем все окружающие. Ну, нет, татарку мы сегодня ищем, мы уже договорились. Познакомьтесь с моей невестой, Стрельцовская Венера. Ищем мы еще. Ну, хорошо, ищем мы еще. Я вот думаю, ему девушки и моложе нравятся, потому что ему хочется доминировать с точки зрения опыта, наверное, какого-то жизни. Миш, скажи, а если твоя увидит тебя по телевизору и скажет, что-то прямо Гузеева такие слова не им говорит, а где были мои глаза? А дай-ка я его себе верну. И начнет тебе звонить и говорить, Миша, я вот передумала, ты знаешь, была дура, все поняла. Для меня слишком мучительным, сложным было решение для себя самого уйти. То есть все, там двери закрыты? Нет, нет, это история моей жизни уже в прошлом. А мне кажется, невозможно сейчас сказать и ответить на этот вопрос, потому что ему надо быть в этом положении, надо слышать эти слова, чтобы понять. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай пожениемся» у нас в студии Мифаил. Иди, знакомься с первой невестой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Я Михаил. Я Виктория. Очень приятно. Мне тоже. Пойдёмте. Пойдёмте. Сразу видно в глазах, что разочаровался. Светлый прям. Думаешь? Видно, мужику не понравилось. Да, конечно. Спасибо вам за приглашение. Я очень рада здесь быть. Я понимаю, что я банальна, но я очень-очень хочу подарить вам цветы. Очень. Я думаю, что я банальна. Прекрасная банальна. А кому вам-то? Я хочу Ларисе подарить. А мы что тут? Я прошу прощения мне. Спасибо, моя девушка. Я могу здесь поставить? Нет, давайте здесь. Спасибо. Хороший вкус. Молодец. Ладно. Ну, сейчас разберёмся, какой вкус. Молодец, Виктория. Это ты, моя деточка. Я пришла искать свою любовь с любовью. Очень приятно. Давайте узнаем вас получше по словам на экран. Виктория. 33 года. Работает с 18 лет. Недавно уволилась с должности, управляющей делами в девелоперской компании. И взяла тайм-аут, чтобы переосмыслить свою жизнь. Гордится тем, что купила квартиру в Москве и научилась говорить на еврите. Предупреждает, что не любит убираться. Виктория приняла предложение руки и сердца от нелюбимого мужчины. Но за две недели до свадьбы нашла в себе силы отменить торжество. Надеется, что её отношения с Михаилом будут строиться на взаимной любви. Скажите мне, что заставило вас вот такую дивную, молодую статуэтку с удивительным каким-то лицом, с потрясающими глазами, замутить историю с нелюбимым? Ну, я понимаю, пришла бы сейчас такая Сара Соломоновна Тубиншляк, страшная, 98 килограммов, 95 лет. Это была бы одна история с усами. А вы-то, ну вы-то почему? Ну, на самом деле, я думаю, что не я едино в таком порыве, когда, в общем-то, и средства массовой информации, и наши друзья, и наши подруги, и наши родители, они лучше нас знают, как нам быть счастливыми. И мне 33 года, и в 33 года девушка уже должна, в общем-то, пойти замуж, больше того, уже к этому времени нарожать себе там пару-тройку детей. Ну, собственно... И со всех сторон вот это давление, да? Но оно, вы согласитесь, это имеет место быть. Конечно, и ты уже даже начинаешь себя покрываться комплексами, думаешь, правда, кому я нужна, и тут тебя знакомят с очень взрослым. Ну, так скажем, мой потенциальный жених, я не могу сказать, что он прям очень взрослый, очень приятный молодой человек, ответственный, харизматичный в меру, такой семейный, очень хорошие родители. То есть все хорошо осталось полюбить. И получается, да, по пунктам, что все вроде бы гармонично складывается. И родителям вашим понравился. И родителям моим очень понравился. Для меня это очень важно, как для еврейской девочки, очень важно, чтобы родителям он тоже понравился. И вот я просто приняла решение, что почему бы и нет, действительно, пора, нужно. Говорит хорошо. Говорит хорошо, очень активную позицию занимает, говорит хорошо. Ну, и все дело шло к свадьбе. Да, и мы собирались пожениться. И что вдруг? Что вас? Ну, вы знаете, какой-то вот такой вот червячок вдруг закрался в сердце моем. Я, значит, обнаружила, что оно у меня, оказывается, есть, не абсолютно атрофировано. Из-за того, что мы живем в каком-то мужском мире, мы добиваемся, мы там зарабатываем квартиры, машины, мы работаем над проектами. И вот эти мужские начала, они тоже начинают доминировать даже в маленьких, хрупких девушках. И на каком-то этапе совершенно случайно я попала в такое смешное название «Академия счастья», где мне просто люди спросили, это то, что ты хочешь? А что вы хотите? А я поняла, что вот этого я не хочу. То есть замуж не хотите, детей не хотите? Не замуж не хочу, а не хочу этого конкретного человека. А вы же не спали? Нет, но я понимала... Так откуда же вы знаете, что там плохо будет? Ну это каждый раз так может быть. Конечно. Что ж хочу, сейчас не хочу. Это не постоянство, на самом деле. А что ж ты его обманывала тогда? А? Почему я обманывала? Как это? Он же надеялся, рассчитывал, начал деньги собирать, уже тратить. Я ведь уже надеялась. Как говорится. Я тоже надеялась, рассчитывала, я ушла с работы. Каким-то идиотом пришла, которая сами не знает, что такое счастье. Смутили девку, которая в 33 уже, извините, бабушка должна была стать. И она, извините, вот послушала. А почему он за два месяца насобирался жениться? Я прошу прощения, вот именно вот так же, вот именно так же мои родители и мне и сказали, и мои знакомые. Ну конечно. А вот как это так в 33 лет? Да-да-на-да, срочно-срочно замуж. А вы что, вы же уже старородящие? Какая связь? Нет, это только в нашей стране. Женщины в 33 года были старородящие. Что значит в нашей стране? А природа так придумала, старородящие в нашей стране. Нет, подождите, подождите. Мы говорим о категориях работа, пара, 33 года. Я ни разу не услышала слово «любой». Такая агрессивная. Агрессивная очень, да. Ее легко, да, довести. А как на минуточку, что... А что вы для любви-то сделали? Одного мужчину-бедолажку, который готов был жениться на вас, любил вас безумно. Вы взяли его и вышвырнули просто. А чего вы взяли? А какова гарантия, что вы нашего Мишеньку не выкинете и скажете, что он старый для вас? Абсолютно. Его 47, а у меня 33. Я снова к вам приду, не волнуйтесь. Сбежавшая невеста. Сбежавшая невеста, да. Сбежал от одного к Грушевскому. Условия не будете ставить? Миш, все хорошо. Но, знаешь, я не нанималась каждый день после работы твою Алиску терпеть у себя в доме. И вообще она мне не нравится, рыжая. Ну, это же такое удовольствие видеть, когда твой мужчина счастлив. Отвечайте, ну, что... Я понимаю, что по-еврейски вопросам на вопрос. Но все-таки отвечайте уже, хорошо? Я отвечаю. Не будете против его друзей? Не буду. Хорошо. Как проводите досуг? Как отдыхаете? Я хожу в спортзал. Миш? Я хожу в спортзал. Вероятно, в один и тот же. У Миши есть дочка десятилетняя. Да, абсолютно очаровательная. Да, я видела в интернете. Не будете против, не будете палки в колеса. Ну, безусловно, нет. А у вас квартирка большая? Нет, квартира у меня маленькая. Но очень уютная. Однаком. Да это вам хватает. А мы вот тут, вы знаете, понимаете, по сути бомжи. Нет, это не то. Домок, да молчи ты, господи, рот закрой свой. А мы, по сути, бомжи. У нас бывший такой домик оттяпала. Пустим на свою территорию. Нет, нет, нет. Все-таки я не на трех вокзалах ночую. Ну, не будем пугать Викторию с трудностями бытия. На белорусском. Хорошо. Наоборот, пугать надо не так. У меня 18-комнатная квартира. И придется убирать. Вот это ужас. А пылесоса-то нет. Вот это ужас. Ну, Виктория Ловер заняться. Ну, ладно. Твоя версия мне больше нравится. Ну, я думаю, для 700 метров уже нужен человек, который этим занимается профессионально. Я считаю, что... Иначе целый день будешь сидеть там тереть. Что у вас за сюрприз? А вы знаете, нам даже сюрприз не нужно готовить. Я сама по себе ходячий, веселящийся, яркий, прыгающий сюрприз. Кранч. Да, прекрасно. А я еще видела... О-о-о-о. Да, ну, для того, чтобы совсем Михаила не оставлять, без совсем, без каких-то реальных подарков, мы все-таки принесли с собой... Нет, это не форшмак, это еврейское блюдо. А, фиш. Рыба-фиш. Рыба-фиш. Классика. А сами готовили. Да, сама готовила с удовольствием. Сударая красота. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Проходите, подруга, в свою комнату. Спасибо. Мне кажется, что так я Ларисе не понравилась. Ты на розы сорвалась, не надо было разнервничать. Не значит, я такая. Борис, Алиса. В целом приятное впечатление девушка производит. Она образованная, умная, хорошо разговаривает. Алисочка, а вы своим женским сердцем? Ну, честно говоря, я сюрприз. А вот это, чтобы Миша безо всего не оставался, вот. Ну, нам надо, чтобы наоборот. Чтобы рыба сюрприз, а для нее главный сюрприз – это Миша. Она... Ты ему агрессивной показалась. Ну да, наверняка. Во-первых, я уверен, что она человек гораздо жестче, чем хотела показаться. И, во-вторых, мне даже показался образ несколько такой постановочный, такой немножко кинематографичный. Мне кажется, за 11 лет я уже насладился постановочными отношениями. Ну, у него, конечно, пошла вот ассоциация. Когда идет ассоциация, это сложно. Ну да. Потому что воображение начинает играть. Ей 33 года. Ведь как вот я, вот как мужчина бы я подумала, да? Думаю, ну, если до меня никто не брал, что ж он там такое? Либо уже сразу еще до свадьбы мозг выносит, либо, как говорится, ну, уж прямо на лицо изъян. Ну, так тоже нельзя рассуждать. Могла просто не сложиться конкретная история. Да, конечно, конечно. Очередь не выстраивается. А почему вы должны быть первым для проверки? Не, я вас сюда не пущу так вот. Вот так не пущу. Не. Я сейчас приду. Тук-тук-тук. Пришла. Двигайся. Просто чисто по-человечески на будущее. Пришла бороться за такого мужика. За классного. Почему не была в нем? Почему твой организм не был направлен на него, а на себя? Я хочу, чтобы все было честно. Если я такая, значит, я такая, значит, он так меня почувствовал. Я не хочу выйти и играть, и строить из себя то, чем я не являюсь. Если во мне недостаточно женственности, я, значит, должна работать над своей женственностью. И тогда обязательно найдется тот, кто меня сможет оценить. Вот видишь, я свой шанс потеряла. Я, конечно, буду за тебя, потому что ты мне нравишься, есть потенциал, сможешь. Но всегда помни о том, что есть моложе, краж лучше и достоннее. А тебе нужно свое счастье собственное. И могло бы получиться. Надо работать над собой. Спасибо вам. Миша, я бы присмотрелась. Она, конечно, и камерой, и постеснялась, и формат, и ей хотелось самой лучшей. Поэтому я бы ее не теряла бы из виду. Я бы присмотрелась. Видишь, она как бы поняла реально, что ты растерялась. Я почувствовала. На самом деле, в ней есть вот эта чувствительность, пока еще не израсходованная и накопленная. Поэтому к ней, правда, нужно присмотреться. Конечно, классно. Все, но мне кажется, что ему женщину надо искать ближе к своему возрасту. Наверное. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к рендеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Евгения. Жених Михаил. Очень приятно. Очень приятно. Давайте попробуем раскрасить сегодняшний день. Да. Вот. Вот она, красавица, блондинка. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Кем вы пришли? Это моя подруга детства Наташа и ее дочка Маша. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгения. 33 года. В прошлом дизайнер одежды. Работает экономистом в сфере недвижимости. Гордится дипломом с автографом Вячеслава Зайцева и тем, что помогает пожилой соседке. Мечтает жить в Италии и открыть дом моды. Евгения подозревала возлюбленного в неверности, но когда узнала, что она шестая в его скиске любовниц, подружилась с соперницами и наказала неверного. Надеется, что Михаил ее не обманет. Я же знаю, чем мне это грабить. Я, конечно, наивный, но не идиот. Я теперь знаю, чего нельзя делать. Чего? Евгения. Ну, она подружится с любовницами и все, и мне конец. Слушай, шестеро, ни две, ни три. Мужики. Как оказалось. Захановец. Куловой гигант, понятно. Вот бы кого в студию. Может, правда? А что, сколько обиженных-то у нас женщин. Слушай, ну, дружить с любовницами, отомстить, мне кажется, имеет ли в этом смысл какой-то. Есть ли в этом? Ты послушай, как она узнала про шестерых. Да, кстати. Мне кажется, они сами ей все рассказали. Нет, 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 я вообще на самом деле никогда не роюсь нигде, если у меня нет каких-то предположений, что там что-то есть. Но? Как-то я начала замечать, что что-то не то происходит. Решила посмотреть, что у него в телефоне. Так периодически я это делала, если у меня какие-то мысли возникали. Посмотрела я в телефон-то. Он что, сам дал? Нет, нет. Он в это время был в душ, извините, конечно, за такую подробность. То есть он не видел, что я смотрю. Я посмотрела. А там? И там я вижу, что я под именем, не своим и даже не женским. Ага, Николай Петрович. Электрик Евгений. А как узнала-то именно, что там были мои смс-ки? Я же помню, что я ему писала, текст-то мой, а фамилия не моя. Ну, посмотрела весь список, естественно. А то есть, а вариант, что электрик написал ту же смс-ку, не пришел в голову? Нет, нет. А там весь жек, да? Там все было понятно, да скажешь. Ну, короче, обалдела, удивилась или что? Ну, конечно, у меня был шок. Нет, ну, я, конечно, могла предположить, что может быть. А еще там от кого были? Сантехник Виталий? Нет, там был какой-то микробик у него какой-то был. Иван Иваныч ему писал какой-то. Я думаю, наверное, нет. Это же очень нежно. А микробик, который он что писал? Когда в следующий раз сделаем влажную бутбу или что? Ну, измена, конечно. Да, обижает сильно. И Жей. Ну, выходит, я говорю, собираешься и уезжай. А он говорит, главное, я только намылся, говорит, только... Да, типа, сейчас все будет, отдыхать, сейчас все будет, как ты, я уйду. Я говорю, не-не, давай, все, хорошее. И зимой, в лютый мороз, с мокрой головой. Да, 30 градусов мороз. Даже не спрашивай, как сложилась его дальнейшая жизнь. Он погряз в микробах, я уверен. Все так же, да. Ну, и смс-ку ему вслед послала? Я ему ничего не послала, он мне присылает, минут пять проходит, он мне присылает смс-ку, наркоманка. Ну, то есть он не понял вообще, то есть действие абсолютно нелогичное было. В чем произошло? И я ему бы ответила, всего доброго, электрик Евгений. Ага, и еще, и по скриптам, ты мне до лампочки. Да, типа того. Вообще, что-то в ней не то. Мне кажется, ему-то ему немножко не понравилось. Он ему понравилось. Ему понравилось. По сравнению с предыдущей, у него была другая рец. По сравнению с предыдущей, да, понравилось, но не понравилась история ее совершенно. А как насчет того, чтобы не рыться в телефоне? Конечно, рыться не будем, ну что вы. Нет, я не руюсь, когда нет повода. Ну, а я не руюсь вообще никогда. Вот я считаю, что мужчина не изменяет, если ты головой не крутишь вокруг. А я считаю, что нужно все равно доверять, но проверять. Смотря что ты хочешь. Если тебе он не нужен уже, то можно проверить. А если нужен, а смысл будет? Нет ощущения, что можно увидеть, даже если там ничего нет. Ну, если я смотрю, значит, я готова, что если там что-то есть. Ну, я не знаю, может быть, стоит жить в розовых очках всю жизнь. Да что вы привязались к этому? А может быть, все-таки стоит знать правду. Ну, это на рода, что вы проката, проката. Нет, я просто хочу попросить, чтобы вы мой телефон дали, Евгений, посмотреть для начала. Нет, я не полезу. Да ладно, переживайте. Я не полезу, если... Ну, допустим, меня все время напрягать, если экран вниз кладут, всегда. Ну, тогда вас прям мелочи напрягают, извините меня. Нет, это я... А у меня, может, туалет идет с телефоном, чего мне напрягаться? Ну, как бы показать, что там что-то прячется. Конечно, да. Ну, конечно, обязательно напрягаться, да. И не лазить ни по карманам, ни пояснить. Ну, и зря. Знаешь, как говорится, растила-растила, а потом придет какая-нибудь такая фифочка молодая и заберет его. Нечего, контролировать надо. Ну, то есть вы предлагаете, чтобы я... А я к вам. ...в этом вот в шести, в десяти там... Ну, я этого не предлагаю. Вы такая, какая есть. Вы живете по своим правилам. Ну, согласна. Алиса живет по своим, по другим правилам. Нет, если у меня есть стопроцентное доверие, я ей не полезна. Послушайте, у меня стопроцентное доверие. Я не только влезаю в телефон, я в сны в его влезаю, в моего мужа. О чем вы говорите? Это моя семья, и мы живем в моей семье по нашим законам, как мы договорились. Расскажете про котенка, нет? Да, конечно, расскажу. В общем, приносит мне котенка. Говорит, слушай, возьми котенка. Такой классный котенок. Вот колдовщица на работе подарила. Старая, страшная такая колдовщица. Вот разводит котов. Принес мне котенка, значит, все нормально, время прошло. Потом пишет мне на почту девушка одна, с его почты пишет. Девчонки, не верьте ему, он такой обманщик. Нас у него там 153 штуки, он всех обманывает. В общем, та же самая история. То есть это стиль жизни, да. Я говорю, да слушай, я уже это все проходила, мне уже все смешно, на самом деле, потом смотреть на это нам все. И мы стали с ней, значит, общаться, переписываться. Она попросила телефон, вот расскажи мне, а как вот это, а как вот тут. Ну, я и так поделилась своим там опытом, она там своим. И потом как-то зашел разговор о том, что я из Иваново. Ну, я раньше там жила, сейчас я в Москве живу. И она сидит и вдруг мне лепит. Так это ты тот мужик из Иваново, которому он моего котенка подарил? Ну, это еще не конец. Тут у меня, значит, складывается вся картинка. Я говорю, а ты, видимо, та старая страшная колдовщица. Она такая, да, это я. Мне кажется, она к нему тоже так относилась немножко спокойно. Может быть, да, она, вот ты вот правильно знаете, что она-то как бы у нее четкий, такой разумный вот ум просто, да, четкий, без всяких эмоций и чувств. Покажите сюрприз, который приготовили. Я забыла в самом начале подарить вам от себя небольшой подарок. А кому опять дарить? Я увлекаюсь живописью, хотела подарить вам мне картину. Жиропись! Михаил, Михаил. Ладно, все ладно. Спасибо. Это не Венеция? Это Венеция. Это Венеция. Наш человек живописью увлекается. Мы с вами сочиняли песню для вас под передачу. Давай, Марусь. А вы сидели и скучали, таянотную тетрадь. Вдруг передачу мы попали, невесту будут выбирать. Все так сразу закружилось, мы кудрим ем и платье ждем. На нас в горах хлопок свалилось, мы с Женей замуж выдаем. Разучу на гитаре три аккорда и будем песни петь. Да, так это, молодец. Нет, девочка вообще классная. Да, хотел бы потанцевали, бы помогли ей. Чего не стоять? Ты красная невеста Женя, как мельканец с оверхитой. Будет лучше всех она на свете. Но снова слышим мы голос розы. Опять мечтает Божий мой. Молодец, Марусь. Спасибо. Умничка. Спасибо. Проходите в свою комнату. Борис, Алиса. Ну, внешне это Мишин степаж, у него сразу загорелся глаз, было очевидно. Но обыск не наш метод. Меня вот это дико, дико, дико смущает. Она об этом легко рассказывает. Она подумает, что она одна единственная. Ну и что? Ну вот она, видите, об этом же смогла, честно сказать. Видать, уже ситуация складывалась так, что она не могла не полезть в этот телефон. Если это ее стиль, вообще принцип общения и построения отношений, наверное, это проблема. Если она просто доверяет своей интуиции и действует так, когда сердце ей подсказывает. А что ты так боишься, если ты не будешь изменять, если тебе не будут девицы писать фривольного толка какие-то смс-ки? Ну что тебе, Дагна, скажут? Да на, если хочешь. Я не... Понимаете, если человек не так воспитан, чтобы брезговать обыском, то значит он и в чем-то другом может быть не столь брезглив до каких-то других вещей, понимаете? Да, я же в конце концов не в кошелек ему лезу, а всего лишь в телефон. Всего лишь в телефон, да, все правильно. Меня смутило немножко другое. Она не знает, куда она идет. И Нептун на МЦ в карте про это говорит точно. Это человек, который хотел бы определиться, хочет мужчину как нечто прекрасное, но конкретики никакой у нее самой в голове нет. А как может быть в отношениях конкретика? Ты увидел и влюбился. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. А после рекламы смотри на продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю Михаилу встретиться с третьей невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анастасия, 32 года. Художник-кукольник. Гордится тем, что не боится одиночества и умеет смело принимать решения. Мечтает увидеть китов. Предупреждает, что никогда не унизит мужчину. Признается, что теряет волю от лысых представителей сильного пола. После рождения ребенка Анастасия ждала особого внимания со стороны мужа. Когда поняла, что он не готов ничего менять в отношениях, предложила разойтись. Надеется, что с Михаилом она будет чувствовать себя любимой женой. АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия, как вы считаете, Михаил, который 11 лет ради мира в семье и ради ребенка позволял своей жене не любить себя, он заслуживает уважения? Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуживает уважения. Но если причина развода Михаила со своей женой для меня ясна, то вашу историю я перечитала пять раз и так поняла, в чем там была проблема. Все же было хорошо. Да, все было отлично. С одной стороны, внешне, даже я бы сказала, друзья все считали, что у нас отличная пара. Но, наверное, мне не хватало. Чего не хватало? Ребенка родили. Да, родила ребенка. Ну, может быть, какой-то, я не знаю, вот после того, как, значит, я родила ребенка, у меня через два года после рождения я восстановилась физически и морально. И мне захотелось внимания больше, чем мог мне дать муж. Ну, ты посмотри, вот тоска, вот о чем говорит. Пригласить в кино, в ресторан, помыть полы, сделать вам стрижку модную, накрасить вам губы. Каково внимания хотелось? Наверное, куда-то водить. Потому что мне хотелось после сидения дома, да, естественно, мне хотелось куда-то жить. А вы ему сказали об этом? Были какие-то моменты, когда я говорю, давай вот сходим. Ну, хочешь, иди? Я говорю, ну, как ты хочешь, иди? Ну, мне интересно с тобой. А чем он это объяснял? Денег, может быть, не было? Нет, не в этом было. Ну, просто нет, не было желания. Он вот любит дом. А вы выходили из него замуж когда? Тогда нам было по 23 года, у нас постоянно были тусовки, такие там, на даче, еще где-то там дома. То есть, было весело. А потом как-то все это вот... Хорошо, Настя, а вы пытались сесть ему и сказать, милый, если мы с тобой не будем никуда выходить, я покроюсь плесенью, и ты меня разлюбишь. Говорила. А он что? Ну, а он... ну, я сейчас занята. Знаешь, вы прямо уже, наверное, бесились, деньги приносил, рук не поднимал, с ребенком сидел, что еще надо? По ресторанам она-то гулять захотела, ишь? Да. Ну, и сейчас, ну, что, сейчас вот сидишь напротив, тоже по ресторанам ходить будем? Знаете, я не... Будем. Да, мы не видим в этом ничего зазорного. Если из серии, там, без рыбий и рак рыба, хотя я уверена, что он как-то может легко себе найти, там, каких-то спутниц, но вот на то время, когда нужно реабилитироваться, может быть, и подойдет. Но она какая-то слегка, какая-то грустная, хотя и искренняя. Какая была проблема? Что конкретно? Может, ролевые игры было любить? Знаете, это какое-то внутреннее внимание, да, мужчине к женщине, когда женщина чувствует, что она любима. А когда она просто... То есть он вас не хотел просто. То есть сюси-пуси, вот это вот как-то вот так, да? Ну, это было, наверное, больше уже как надо. Наверное, так. Если позволите, у меня еще один вопрос. Мне нравится ваша профессия, а как апофеоз вашей карьеры вы себе видите? Будет ли это с Михаилом связано с корыстными какими-то чувствами? Степашка будет так. Нет, может быть, хочется продвижения и помощи, а можно? Ну, у нас с ним разные. Я вообще, мне нравится, помимо творчества, да, у меня организация выставок, и я, собственно, вот... Да, мне интересно, вот, сорганизовывать все эти творческих людей. Спасибо, покажите сюрприз. Дед, я привезла в свое творчество. Я тоже. Много-много медведей, да, которые я сделала сама, и вам... Сама? Это мои, да, это то, что я делаю. Это кукольник, художник кукольник. Я же кукольник. Это все ручная работа, и вам предстоит сейчас выбрать медведя, которые больше всего вам ближе. Это новое. Да, вы себе, да, как подарок. А что значит выбирать, да, всю корзину? Какое творческое задание, какой ближе он задействован. А может быть, это тест? На самом деле, боюсь даже обидеть кого-то из мишек. О, Боже. Ой. Это еще один, да, медведь. АПЛОДИСМЕНТЫ Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Браво! Спасибо огромное. Проходите в комнату. Скоро Михаил скажет, кого он выбрал. Как вам, Анастасия? Ну, меня Анастасия сюрпризом Растрогла до слез Я всплакнула уж, на что я живу Блаженщина, но Мишка была такой счастливой Была видна его улыбка Ну, потому что приятно, когда адресно Наша тоже вписывается в ее концепцию Хотя я уже на сторону почему-то встал Насте Но мне кажется, Миша вписался Немножко тоже в ее какие-то надежды Миш, как вам? Настя показалась Самой органичной, самой естественной Она, как мне показалось, она не старалась Понравиться дополнительным бонусом Во-первых, Миша, знаешь, в чем огромный ее плюс? Как это ни странно? Ребенок Не будет тебе вскрывать голову по пусикам Потому что будет чем заняться Уроки, постирушка Понимаешь? Потом для женщины В 32 года Гораздо естественнее иметь Семилетнего ребенка, чем не иметь Согласись? Да, это правда И возраст нам подходит Он вписывается в нашу тусню детей Да Очень все, да Все-таки да, ребенок неправильно Для нее очень важна душевность мужчины Но она все равно, ну не то, чтобы доминировать Она очень хочет, как всякие представители знака льва Еще и очень сильное солнце Вот этого самого внимания Я думаю, что вы способны дать и чуткость, и любовь, и заботу Но внимание Все-таки это не та энергетика, которой вы готовы обмениваться И мне кажется, еще в ней самой не было того, что вы обычно в женщине цените с первого взгляда Она как человек вас может заинтересовать Но какие-то первые зацепки не совсем ваш тип Ну сейчас мы будем надеяться, да, что он сюда Да Такого еще у нас в программе не было Но поскольку здесь и сейчас все происходит Я хочу Жене дать еще один шанс Потому что я вот интуитивно чувствую, что ни Анастасия, ни Виктория Женщина не для Михаила Поэтому, Женя, иди сюда Садись Какая борьба Женя, я тебе хочу сказать У Михаила правда на тебя глаз загорелся И чувствуется, что ты его женщина Ну испугалась Ну зато у друзей не загорелся А тебе не за Алису сам уж выходить На себя пусть и своим мужем разбирается Может он слушает их мнение Конечно слушает Конечно будет слушать Но первое, что нужно будет избать, это я на себя беру Значит, Алиса, даешь слово, если у них все сложится с Евгением Месяца два просто в гости не приходишь, не звонишь Нет, максимум много И все главное смс мне не пишите Первые месяца два, а потом дозировано Совсем скоро узнаете Кого же все-таки Цепляйся в нее Идем сюда А вы считаете, что не честно То, что я дала второй шанс Евгении Молодец Молодец, правильно Действительно не честно У нас этого еще не было в формате программы Поэтому я вам даю Я не дерусь сразу Нет, а что показалось абсолютно у Жени аргументировано Они подружатся сейчас против меня Со мной, самое страшное со мной Настя, а что вам по отношению к вам показалось нечестно? Не честно, что дали второй шанс А вот я вам даю тоже Почему считаете, что не подхожу? Ребенок есть, есть творчество, есть похожие направления Ну знаете, таких страстей у нас еще на программе не было Я просто не понимаю Я вам тоже даю Да, Виктория, вам даю шанс Я благодарю Я голосую за третью претендентку Мой голос за третью претендентку Я настолько искренне и честная Это называется самотвор Спасибо, девчонки Скоро Михаил выберет одну из вас Вам удачи Держите гулаки, проходите в свою комнату Вы кого советуете Михаила? Мы за Настю Я киваю Не знаю, я считаю, что надо забрать картину и уйти домой Все достойны Но Евгения реально в тебя влюблена Просто влюблена в тебя, как в мужчину А представь себе, когда нас любят, это здорово Это другой виток в творчестве Понимаешь? Потому что любящая женщина может себя превзойти Она сделает больше Я тебя умоляю Давайте держать сурку Я сейчас тоже буду плакать Я тоже за Евгению И звезды что? Евгения, безусловно Ваш психофизический типаж Но в ней, к сожалению, как и во всех других девушках Нет того, что вам очень важно Вам важно, чтобы жена вам давала покой дома Чтобы был уют Это не обязательно покой, как тихое болото Но они должны уметь вас ублажать, расслаблять И окутывать какой-то вот такой тонкой, я не знаю, пеленой заботы, что ли Можно так сказать? Послушай, им по четвертому десятку будут они это делать Потому что скажут, если не Миш, кто кто На самом деле, очень маленькое количество женщин Хорошо, если так Хорошо, если так Но все-таки, понимаете, отношения могут сложиться, только если каждый вкладывается Поэтому я сегодня за Евгению Но мне бы очень хотелось, чтобы она попыталась еще как-то дотянуться до этого И попыталась все-таки вам сделать хорошо Вот именно в физическом смысле слова С точки зрения приятности Да, да, в физическом приятности сделать Миша Я думаю, что ты уже решил, куда пойдешь Мы тебя в любом случае поддержим Отправляйся Прощайте, друзья Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смсик номером по телефону 4-4-ки Ольга, 25 лет, номер 2125 Менеджер в компании по организации праздников Выйдет замуж за мужчину, который подарит ей букет голубых роз И заставит искренне смеяться над его шутками Алексей, номер 1123 Менеджер в банке Гордится своим упрямством и не терпит лжи Увлекается сноубордом и бальными танцами Познакомится с голубоглазой блондинкой из христианской семьи Которая разделит его интересы Мы не знаем, выйдет Михаил один Или с избранницей Я приглашаю всех выходить И давайте его поддержим Привет Михаил У нас есть пара Михаила и Евгения Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4-четверки Я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, позовемься Удачи, удачи, ребят В плане любви, отношений я абсолютный профан Приятно просто утром напечь блинчиков Посмотреть первый канал А что мама скажет? А что мама скажет? Мама благословит и все Ухоженный до безумия Все, как я люблю И девушка с красными губами Норовит напасть Вы любите женщин? Ну, естественно, я их Я их просто восхищаюсь, люблю и обожаю Для тебя Все это чудо для тебя